Доброй ночи! Лайла Дов. Мы на сайте ahas.org. Я хочу познакомить вас с моим материалом. Ранее это публиковалось в качестве брошюры. Называется «Правильный иврит». Вы можете зайти на сайт ahas.org и ознакомиться с этим материалом. Сейчас я хочу вам рассказать примерно, о чем идет речь, дать почувствовать, насколько это важно, интересно и полезно. Итак, правило. Если слово заканчивается на один из звуков эх, их, ох, ух, то последняя буква этого слова обязательно буква каф. Например, мы хотим записать слово «намух». «Намух». «Заканчивается на ух». Я запишу вот таким образом. Если вдруг я по ошибке или по незнанию здесь написал «хэт», то это слово придется прочитать на «муах». Потому что действует другое правило. Если буква «хэт» в слове последняя, то слово обязательно заканчивается на звук «ах». Если слово не заканчивается на звук «ах», то буква «хэт» не последняя в этом слове. Слово «намух», вот по этому правилу, которое я записал, слово «намух» заканчивается на букву «каф». «Намух». Давайте запишем еще одно слово «шидух». Даже если мы не знаем, что это «шидух», мы запишем с буквой «каф». Потому что не «шидуах», а «шидух» заканчивается на «ух», последняя буква «каф» и «кафсуфид», соответственно. Конечный вариант написания буквы «каф». Например, я хочу написать слово «арох». Я напишу его только таким образом. У вас, может быть, есть вопрос по поводу «алиф». С этим есть сложность, но это как бы другие правила, не относящиеся к теме сегодняшнего урока. Сегодня мы говорим о «каф» в конце слова. И очень просто, здесь никаких сложностей у нас не возникает. Я хочу написать слово «дерех». «Эх» я слышу в конце. Я запишу только так. Аналогично, если я хочу записать слово «мелех». «Мелех» это «царь» или «король». Если я вдруг здесь запишу «хэт», то получится «мелах», «соль». Никак не «мелех». Теперь я хочу записать слово «натих», например. Даже если мы не знаем, что это. «Натих» я запишу только так, с буквой «каф». У вас возникает вопрос, почему я здесь написал «дав». И давайте я в рамках этого же урока сейчас вам расскажу, почему. Это легко будет запомнить правило. Буква «каф» в одном корне не сочетается с буквой «тет». То есть не может быть в одном корне в иврите. Исключений очень мало, крайне мало. В исконно ивритских словах буквы «каф» и «тет» не встречаются в одном корне. То есть звук «т» в этом корне будет передаваться буквой «тав». Итак, несколько примеров сейчас, чтобы усвоить это правило. Например, я хочу написать «бетох», «бетох» внутри. У меня нет сомнений, что слово заканчивается на «каф». И в этом же корне я не имею права, если я пришел к выводу, что там есть «каф», я не имею права написать «тет». «Тет» и «каф» в одном корне не бывают. Только может быть в словах иностранного происхождения, а в ивритских словах не бывает. Поэтому мы здесь напишем «тав». «Бетох». Например, мне хочется записать на иврите «хитух». Даже если вы не знаете, что это, «хитух», мы запишем только таким образом. Аналогично я запишу слово «хатих». Даже если мы не знаем, что это, мы напишем правильно. Мы приходим к выводу, что у нас здесь «каф» в конце слова. И в этом же корне «тет» мы записать не можем. Только «тав». Может быть, у вас есть вопрос по поводу первой буквы. Почему в слове «хитух» или «хатих» мы пишем «хэт». Почему нельзя написать, например, букву «каф», которая тоже у нас передает в каких-то случаях звук «ха». Во-первых, это признак, что вы еще не читали мой материал на сайте ahas.org или брошюру соответствующую, потому что есть правило. Буква «хэт» в начале слова и в других случаях передает звук «х». А вот буква «каф» в начале слова всегда звучит как «к». Поэтому если слово начинается на «ха», то первая буква в этом слове обязательно «хэт», а не «каф». Если я слышу в начале слова «хэт», то первая буква обязательно «хэт», а не «каф». Если вдруг я слово «хинух» напишу с буквой «каф», то это слово я прочту как «ки-нух», а не «хинух». Надеюсь, это понятно. И теперь давайте мы напишем еще слово «томех». «Томех». Это поддерживает. Последняя у нас буква явно «каф», «томех». И мы сказали, что в этом корне звук «т» мы передадим буквой «тав», а не буквой «тэт». Давайте еще одно слово. Например, мне нужно написать «ритух». Даже если мы не знаем, что это, мы напишем это слово только вот таким образом. Есть «каф». Мы пришли к выводу, что в корне есть «каф». В этом же корне мы не напишем «тэт». Мы напишем «тав». Спасибо за внимание. Вы изучаете иврит на сайте ahas.org Записывайтесь на уроки, на вебинары. Учите иврит вместе со мной. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. До свидания.